ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРИЖДЕНИЯ Легкое сооружение делают мобильными сэндвич-панели. При необходимости детсад сможет переехать любую точку города. На строительство такого здания ушло всего 2,5 месяца. Его общая площадь 136 квадратных метров. В отличие от обычного садика здесь нет столовой и спальни, а потому пребывание ребят ограничено по 4 утренних и вечерних часа в день. Зато есть теплый пол и ионизирующие лампы. Также предусмотрены санузлы, две игровые комнаты и множество игрушек. Мы оснащали оборудованием и цветовая гамма, и развивающие пособия. И вы видели, что у нас есть дорогостоящие мультимедийные оборудования. Это компьютерный стол смарт, это песочная анимация. Это вот те необходимые современные развивающие, обучающие игры, которые на сегодняшний день просто необходимы современному ребенку. В этом садике две возрастные группы с 3 до 5 и с 5 до 7 лет. Для каждой свои игры. Песочная анимация подходит малышам с 2 лет. Это увлекательно, красиво и полезно. Развивается фантазия, усидчивость, тренируется мелкая моторика рук. Помимо песочного шоу, ребятам предлагают и другие игры, в том числе и командные стройка «Огород». Но век технического прогресса дает о себе знать. Любимыми играми для ребят стали не уличные казаки-разбойники, а электронные. Там заходишь в одну игру любую и там крутишь стрелочкой. И потом она кого стрелочка показывает, там тот ведущий. Все закрывают глаза и, например, выбираешь какого-то животного. А потом все-все берут всяких животных. А потом в конце, когда кончаются животные, то тогда показываешь своего животного и все. Как и в обычном детском саде, здесь, помимо игровой, для ребят есть и основная образовательная программа – чтение, правописание, математика и даже информатика. А вот изучение английского языка, плетение из бисера и изобразительное искусство входит в ряд дополнительных платных услуг. Кроме всего прочего, я считаю, что данные мобильные детские сады, они помогают детям и в социализации. Здесь они получают те услуги образовательные, которые им необходимы для того, чтобы пойти уже в школу непосредственно. Чтобы попасть в мобильный детский сад, нужно встать в электронную очередь Ленинского района. Один день пребывания в нем обойдется родителям всего в 47 рублей 59 копеек. В целом такой мобильный дом готов принять 80 детей. Сейчас их только 17, но к началу нового учебного года будут сформированы полные группы по 20 человек. Новинку еще будут тестировать на востребованность. Если такой детский сад все-таки сможет заменить стационарный, то власти решат сразу несколько проблем. Во-первых, экономия затрат на строительство. На этот раз оно обошлось для городского бюджета всего в 5 миллионов рублей. Во-вторых, не нужно отводить под детсад землю. И, наконец, в-третьих, получать разрешение на присоединение к инженерным сетям тоже не потребуется. Знакомились с новым мобильным сооружением Алина Эмдеря, Филатова и Павел Вихрев.